Всем привет, друзья! С вами Болторез, и мы продолжаем проходить визуальную новеллу, где творится что-то невообразимое, вообще нечеловеческое, и наступает вторая история, самые бесценные воспоминания. Стефан отошел от окна и сел на рабочее место. Жонкий сидел на старом диванчике возле попуга и читал газету. Детектив внимательно посмотрел на лженапарника. Всю ответственность о принятии его на работу Стефан взял на себя, благо ему не нужно направлять никаких документов в агентство, положено хранить документы сотрудников в отделах, в которых они работают. Так что папка с делом жонки пуста и заполнена в будущем быть не может. Кто бы мог подумать, что систему окажется так просто обойти. Режим и порядок дня жонки день за дня повторялся. Парень ходил в офис рано утром, довольно часто выходил погулять по городу на несколько часов. После этого он усаживался на диван и читал свежие газеты. Что же он делает все это время? И они, видимо, переглядываются друг на друга. Стефан не отводил от парня пристального взгляда. Жонки отложил газету и вздохнул. Что случилось? Ничего. Ничего. Они работали вместе вот уже вторую неделю. И за это время жонки еще ни разу ничего не сообщил Стефану. Ни о каком необычном чувстве или ощущении. Но я надеюсь, что мы ему зарплату-то не платим, а то ни хера себе гуляет на диване, сидит газеты, читает, еще деньги получает. Совсем что ли? Не надо такого. Он вообще правду сказал, что способен чувствовать все эти странности. Глаза жонки блеснули, и он пристально посмотрел на собеседника. Озвучу же, наконец, свои мысли. Хорошо, жонки. За все время ты еще не рассказал мне ни о чем. Ты ничего не обнаружил, хотя вроде как усиленно ищешь. И у нас даже есть варианты. Ты, похоже, обманываешь меня, почему ты ничего не говоришь мне? Ну, я не думаю, что стоит утверждать, что он нас обманывает. Может, он действительно ничего не нашел. Мы спросим, почему он мне не говорит. А должен? Ах ты вот так вот, да, значит? Ну, вообще-то мы напарники. Что ты хочешь узнать? Ну, о существах всяких, например. Эти существа встречаются далеко не каждый день. Те, кого обычно люди не видят, не такие уж активные, как может показаться, а некоторые из них отлично маскируют свое присутствие. Кроме того, у меня нет внутри какого-то магического датчика. Не всегда получается что-то обнаружить. А как ты их вообще находишь? Это сродни интуиции. Чувствую чужеродную энергию. А я вот еще хочу спросить. Почему? Почему ты уверен, что вор где-то в городе? Из-за вещи, которые он украл, я чувствую ее. Она в этом городе. Ну, пока он говорит, будем дальше задавать вопросы. Хватит уже вопросов. Я говорил тебе не совать нос ни в свои дела. Слышь, блядь, жонки, я тебя сейчас нахуй уволю и вообще в полицию сдам. Жонки выглядел растерженным. Он вернулся к чтению газеты, но не мог сосредоточиться на текстах еще какое-то время. Стефан вздохнул. В целом он узнал кое-что о жонке. Ну, оставались самые важные вопросы, на которые он не мог получить ответ в такой беседе. Кто такой жонки? Кем является его хозяин? И что было украдено? Ему не нужны ни сон, ни еда. Это значит, что в его распоряжении как минимум на целых 8 часов больше, чем у обычных людей. И, судя по всему, он тратит все свое время на поиски. Блядь, хотел бы я тоже не спать. Кто же ты такой? И кого ты так усиленно ищешь? Очевидно, что жонки не готов, по крайней мере, пока рассказать ему об этом. Стефан взглянул на часы. Уже шел восьмой час. Ладно, я домой. Ты закроешь кабинет? Да, закрою. Спасибо. Ох, я бы не доверял ему. Стефан оставил ключи на столе, попрощался с жонки, почесал попугая, за что опять подвергся экзекуции со стороны птицы и ушел. В двухкомнатной квартире Стефан наблюдал полный порядок. Всегда убрано и чисто, все находится строго на своих местах, как ему удобно, он так привык. Он собирался провести вечер, как обычно, слушая радио или любимые джазовые пластинки, а также читая книги. Домашняя библиотека, память о родителях для него. Те собирали ее всю жизнь. Отец Стефан умер три года назад, а матери не было уже пять лет. Стефан не любил это показывать, но ему их очень не хватало. И читая вечерами книги, он часто вспоминал их. Так ему становилось легче, и все тревоги и волнения, которые не замечали окружающие, отступали. Неожиданно раздался звонок в дверь. Кто бы этому быть? Степан открыл дверь. Привет, привет. В квартиру вошла очаровательная азиатка, небольшого роста, в джинсовом комбинезончике и полосатой кофте с длинными рукавами. В рукавах она держала приличных размеров пакет. Так, женщина, ты кто? Я никого не заказывал. А, Хинока? Ты здесь какими судьбами? Ну, разве так? Обращаются с друзьями. А, это моя подруга. Хинока была его подругой еще со школы. Ее родители переехали, когда девушка училась в старшей школе. Она сильно отличалась от других детей в классе. Воспитанная японской культурой, она часто не могла найти общий язык с другими. Скорее, та же из-за их предрассудков. Ну, Стефану было так же непросто общаться со сверстниками, хотя он родился и вырос здесь. Поэтому эти двое достаточно быстро сошлись и стали хорошими друзьями, пронеся свою дружбу через года. Ладно, как скажешь. Зачем пожаловала? Твой муж вообще в курсе, что ты заявилась вечером в гости к другому мужчине? Ой, я тебя прошу. Джек ждет меня в машине внизу. Я буквально на пару минут. Девушка аккуратно достала из пакета и протянула овальное зеркало в металлическом обрамлении в виде вьющихся веток. Стефан попросительно посмотрел на нее. Что это? Зеркало? Разве не видишь? Нет, я не об этом. Нахуя ты мне его принесла? Мы завтра уезжаем в семью в Японию. Хочу наконец Джеку показать свою родину. А это зеркало, его нужно отдать одному человеку. А почему нельзя отдать после приезда? И почему именно я? Я думал, она мне подарок принесла, какую-нибудь там вкусняху, а она мне, блядь, передачки дает. Совсем что ли уже? Ты мой друг. Единственный, заметь, в этом городе и вообще в этой стране. Я могу обратиться только к тебе. Уезжаем мы на месяц или два, а человек не может столько ждать. Хм. Откуда оно вообще взялось? Не припомню, чтобы ты увлекалась антиквариатом. Это долгая история. Зеркало по рукам ходило, последними обладателями стали мои родители. А на работе у отца оказался заедлый любитель таких вещей. Хм. Только не говори мне, что продав это зеркальце, вы смогли оплатить свою поездку на пару месяцев. Хиноки ехидно улыбнулась. Видишь, какое оно ценное. Ты уж осторожнее с ним. Девушка дружелюбно похлопала его по плечу. Да уж, четыре билета в другой конец земного шара с проживанием в стиле ни в чем себе не отказывай. От понимания, что он держит в руках такую ценность, Стефану стало нехорошо. А так а че, мы сейчас быстренько зайдем на Авито и избагрим его, и тоже куда-нибудь ебанем на несколько месяцев. Стефан как можно аккуратнее положил зеркало на тумбочку. Хинока звонко засмеялась. Вот имя и контакты этого мужчины. Я ему дала твои. Он свяжется с тобой в ближайшие дни. Ага. Уже мечтаю о том, когда передам эту штуку. Не по себе ему было хранить такую дорогую безделушку. Хинока вновь рассмеялась. Ну, до скорого. Пока. А она ни хера себе вообще даже не спросила. Ну, действительно, это ж такая ответственность, такую дорогущую вещь у себя хранить. Тем более, это зеркало. А вдруг оно упадет случайно, разобьется? Кто кому будет должен? Я что ли? Да нахера? Ага. Сейчас. Покай, или как вы там говорите, и тарошай. Над произношением тебе еще поработать и поработать нужно. На этом они попрощались. Стефан отправился на кухню. Не помешало бы все-таки закинуть в желудок немного еды. На следующий день Стефан, собираясь на работу, посмотрел на зеркало, что принесла Хинока. И чего ради люди тратят такие деньжища? Собирают коллекции, обставляют целые комнаты, порой квартиры. Он не мог этого понять. По его мнению, лучше такие средства пустить, например, на путешествия по миру. Вероятно, Хинока была того же мнения, раз решилась его продать. Детектив пожил плечами и вышел из квартиры. Мне кажется, что это зеркало-то вообще непростое. Нам нужно нашего женки как-то показать в это зеркало. Может быть, мы смотрим его сущность рассмотреть. Вот как-то так. В кабинете его уже ждал женки. Парень пристально смотрел на попугая. Птица не двигала, и зрачки у нее расширились. Создавалось ощущение, что она и дышать перестала. Привет. Чем занят? Женки отвлекся. Птица перестала напоминать музейный экспонат и занялась своими главными повседневными делами. Недовольным чириканем и чисткой перьев. А чё это он, слушайте, на птицу смотрит? А вдруг эта наша птица тоже какое-то существо? Да так. Его глаза блеснули золотым огоньком. Стефан, у тебя на лице зубная паста. Стефан побежал к зеркалу возле двери и взглянул на себя. И правда на лице осталась паста. Вот же не заметил. Представляю, как я выглядел со стороны. А теперь понятно, почему на меня так странно смотрели на улицу. Все, главное, смотрели и никто не сказал. Стефан рассмеялся. Я немного прогуляюсь. А хули он тут ночью-то делал? Если он не спит. Ты мог ночью гулять? Стефан сделал звонок в отдел расследований, дабы уточнить, не появились ли еще дела, за которые он мог бы взяться. Фредди ответил ему, что пока таких дел не было и как только они появятся, ему сообщат. Стефан опустил трубку у телефона и тяжело вздохнул. Неужели снова глухота на пару месяцев? Еще не так давно он был в приподнятом настроении и в полной боевой готовности. Ведь казалось, что все должно измениться прямо как в кино или книге. Но нет. Стефан почувствовал, что кто-то толкает его за плечо. Проснись. Детектив с трудом открыл глаза. Жонки? Который сейчас час? Два часа дня. Я уже думал, что не достучусь до тебя. Стефан потянулся. Он и не заметил, как провалился в сон. Ну и крепко же он спал. Сам не ожидал. Вроде не должен был заснуть. Везет тебе, Жонки? Тебе сон не нужен. Обнаружил что-нибудь? Жонки пристально посмотрел на него. В глазах на мгновение снова появился таинственный огонек. Пока еще нет. Вот как. Понятно. Стефан почувствовал, как на него накатилась волна усталости. Он решил уйти сегодня пораньше. Все равно от него не будет толку, если он проспал. Он спит за рабочим столом. Что-то я не понял. Какая еще нахер волна усталости на него накатилась, если он полдня сидел в офисе и спал? Отчего он, блять, устал? Сидеть на жопе и спать? Да. Если что, звони мне, Жонки. Стефан с трудом поднялся с дивана и направился в коридор. На тумбочке у входной двери домашний телефон буквально разрывался. Детектив снял трубку. Да? Боже, как же спать хочется. Подождите, он какой-то стал сонный после того, как нам принесли это блядское зеркало. Это неспроста. Это Стефан Ватерк. Да, он самый я, с кем я говорю. О, я от Хинока. Когда я могу забрать зеркало? Да, в любое время. Чем раньше, тем лучше. Тогда в эту субботу вечером. Скажем, в районе девяти часов вам удобно? Суббота, вечер, сегодня четверг. Через день, значит. Да, конечно. Вы знаете мой адрес? Да. Тогда до скорого. Спасибо вам. Стефан положил трубку и только сейчас обнаружил. Что, зеркала-то нет? Сон у Стефана как рукой сняло. Он готов поклясться, что оставил его здесь и не трогал. Куда же оно подевалось? Детектив стал лихорадочно ходить по квартире. Пропажа в скорости нашлась. Зеркало лежало на столе в гостиной. Должно быть, забыл, что переложил его туда. Неужели эта уже старость так незаметно подкралась? Стараясь не думать ни о чем странном, Стефан отправился ужинать, а потом и спать. Подождите. Нет, ну я, конечно, тоже иногда забываю, куда, например, ключи от входной двери положил. Такое бывает. Но чтобы зеркало, которое стоит целое состояние, мы забыли, куда положили. Нет, мне кажется, кто-то его перенес. Нужно срочно взять это зеркало и, я не знаю, он к шкафу тому нахуй привязать, чтобы оно никуда не делось. Утром он, как всегда, отправился в ванную комнату. Сонный и вялый, он медленно достал зубную щетку и пасту. И опять, наверное, все ебало измазал. Стефан так бы и продолжал пребывать в сонном состоянии, если бы не повернул голову. В ванной лежало антикварное зеркало. А-а-а! От неожиданности детектив скрикнул и отошел назад. Да что такое творится? Может, у меня провалы в памяти? Ну ладно, ищу гостиная. Но зачем мне тащить зеркало в ванную? Да приди ты уже в себя. Детектив быстро закончил свои дела, а потом взял зеркало и отнес его на стол в гостиную. Нужно сделать звонок. Он направился в коридор. После десяти минут томительного ожидания он таки связался с другим концом мира. Стефан, ты богач нынче, раз звонишь в Японию? Хинока, скажи с этим зеркалом, что ты мне передала с ним. Все в порядке. В смысле? Покупатель недоволен? Да нет, я не об этом. А тогда о чем? Ну, не бывало у вас такое, чтобы вы его теряли и находили в разных местах? Стефан, тебе в отпуск пора. Да, теперь я тоже так думаю. Ладно, хорошо проведите время. Пока. Спасибо. Ты тоже не засиживайся на работе. Пока. Стефан взглянул на зеркало из коридора. Скорей бы тебя уже забрали, пока я не сошел с ума. Стефан встретился с Фредди на улице возле входа в агентство. Привет, Фредди. Как ты поживаешь? Да, утречко. Что? Что-то не так? Стефан, сколько ночей ты не спал? Что? Да все, что я делаю в последнее время, это сплю и сплю. У тебя глаза красные и огромные синяки. Правда, что ли? Фредди подвел его к витрине магазина. Детектив удивился. Он и правда выглядел измученным и утомленным, словно не спал несколько ночей подряд. Вот же дела. Может, это аллергия на что? Нужно сменить крем для бритья, а ты как думаешь? Мне еще не хватало давать тебе советы по утреннему умыванию. Вот, документы, что ты просил. Спасибо. Ну, я пошел. Спасибо, дружище. Угу. Вот и поговорили. На прощание Фредди кивнул и направился к служебной машине. Пойду заварю себе кофе, что ли. Стефан не помнил, как именно он дошел до дома и что делал в течение дня. Все для него было словно в бреду. Голова кружилась, ноги отяжелели. Единственное, что ему хотелось, это спать. Детектив, едва детектив переступил порог дома и закрыл за собой дверь, как рухнул на пол, понимая, что нужно добраться хотя бы до дивана в гостиной. Стефан поднял голову. Перед ним парит в воздухе зеркало. То самое антикварное зеркало, принесенное Хиноко, сейчас парит под потолком. Скорее бы тебя забрали. Детектив провалился в глубокий сон. Нет, ну все, ребята, это пизда. Это однозначно. Стук в дверь, кто-то колотит в нее со всей силы. Кто такой шумный, чтоб его так не поспать? Стефан, Стефан, просыпайся сейчас же. Открывай дверь. Если не откроешь, я ее выбиваю. Этот голос... Жонки? Нет, выбивать не нужно. На новую он будет собирать два месяца. Стефан открыл глаза, он лежит на полу. Да иду я, иду. Едва-едва на корточках детектив дополз до двери и открыл замок. В квартиру шагнул к женке. Где она? Она? Стефан схватился за голову и медленно поднялся с пола. Ноги подкашивались и казались налитыми свинцом. Жонки пересек коридор и прошел в гостиную. Стефан старался не отставать от него. Может быть, ты мне объяснишь? Детектив не договорил. Шагнув за женки в гостиную, он увидел такую картину, что вся его сонливость улетучилась. Хотя голова все еще кружилась. Прямо под потолком висело зеркало. У Стефана расширились глаза. Я все еще сплю, что ли? Скажи, что видишь то же, что и я. Но женки его не слушал. Он взял несколько шагов к зеркалу и поднял руку. Выходи. Давай уже. Медленно зеркало опустилось до уровня его головы. Жонки протянул руку, и она прошла через зеркальную поверхность, словно через водную гладь. Выходи. Хватайся за мою руку. Кому ты говоришь? Тут Стефан вспомнил, что сказал парень, едва зайдя в квартиру. Она. Жонки улыбнулся. Есть! Поймал. Он медленно потянул руку назад и... Вывел из-за зеркаля девочку лет десяти. Невероятной красоты с крупными светлыми кудряшками и в шикарном платье. А она опустилась на пол, подобно легкому перышку. Девочка вырвала свою руку из руки женки и в страхе прижала ее к себе. Кто ты? Она потянулась к зеркалу, пытаясь снова залезть в него, но Жонки преградил ей дорогу. Парень опустился на корточки перед девочкой. Кто ты? Девочка хлопала выразительными глазами и ничего не говорила. Жонки продолжал вглядываться в нее. В какой-то момент они оба замерли. Нечто подобное Стефан наблюдал уже. Так Жонки недавно играл в переглядки с попугаем. Ясно. Что? Что тебе ясно-то? Мне вот вообще нихера не понятно. Смотри сам. Маленькая девочка начала растворяться в воздухе. Исчезли ее ноги, стали пропадать руки. Она уже не выглядела испуганной. Скорее у нее был взгляд полной пустоты. И девочка исчезла. Стефан! Зеркало! Зеркало, что держалось в воздухе, начало падать. Блять, этого ничего не хватало. Стефан поспешил поймать антиквариат. Успел в последний момент. Жонки, кто... Что это было? Образ, сотканный из воспоминаний. И что ты сделал? Я ровным счетом ничего не сделал. Образ покинул свою оболочку и исчез, так как его хозяина давно нет. Стефан задумался. Эта девочка была одета в стиле прошлых эпох. Она из далекого прошлого? Не сложно догадаться. А что ты с ней сделал? Это был какой-то гипноз? Или что-то вроде того? Тебе не стоит этого знать. Сперва его странное поведение с попугаем. Теперь еще и с этой девочкой. Блять, ну хоть немного-то, малую мошу, мое любопытство-то утолить. Смотря что ты хочешь узнать. Кем же она была? Жонки пожал плечами. Для кого-то она была очень дорогим человеком, раз ее образ застрял в зеркале. Наверное, это был ее отец. Жонки удивленно посмотрел на него. Почему ты так решил? Есть несколько причин так думать. Во-первых, когда зеркало было у родителей моей подруги, оно никак не проявляло себя. Но едва попало ко мне, и начались странности. Во-вторых, маленькая девочка, 10 лет. Если учесть, в какой эпохе она жила, человек моего возраста вполне мог быть ее отцом. Возможно, он даже был похож на меня. Думаю, эта девочка погибла. Может, несчастный случай, а может, умерла от болезни. Ее отец каким-то образом смог запечатлеть ее образ в зеркале. Жонки улыбнулся. Эта история переполнена розовыми соплями. Ну, пускай будет так, коли тебе нравится. А что, не так, что ли? Я ошибся? Детектив был убежден, что его догадка верна. Но Жонки лишь продолжал таинственно улыбаться, а Стефан безуспешно пытался вытянуть из него секрет. В конце концов, детектив сдался. Не удивлюсь, если у тебя будет бессонница несколько дней. Ну, я пошел. Ну, давайте мы его, наверное, поблагодарим. Все-таки дело сделал. Эй, Жонки! Чего тебе? Спасибо за помощь. Я знаю, у него есть особенная миссия, но, несмотря на это, он потратил свое время и помог мне. Уверен, если бы не ты, я бы пополнил число мертвых. Кажется, этот образ питался мной. Не благодари, Стефан. На следующий день Стефан отдал зеркало. Новый владелец был переполнен радостью и восторгом. Его коллекция приобрела такой бесценный экспонат. Детектив лишь пожимал плечами. Он был рад, что история с зеркалом закончилась и еще больше рад тому, что более его не увидит. И, наконец-таки, мы не будем спать на работе. И начинается третья история. Я, по идее, должен сказать, это мы увидим в следующей серии, но нихуя нет, ребята. Что-то у нас слишком короткая серия получилась. Идем дальше, потому что пиздец, как интересно. История третья. Преступник был обманут собственной приманкой. Далеко еще? Почти пришли. Не отставай. Стефан крутил педали велосипеда настолько быстро, насколько был способен физически. Но Жонки все равно бежал впереди. Хоть бы для приличия одышку сымитировал. Люди же так не могут. Бойтесь своих желаний. Они могут сбыться. Детектив все горевал, что нет ни дел, ни новостей от Жонки. И вот, пожалуйста. В сегодняшний рабочий день, буквально за пять минут до обеда Стефана, объявился Жонки и сообщил, что шутил кое-что странное в одном доме и хочет узнать причину этого. Мы на месте. Жонки так резко остановился, что Стефан едва не врезался в него. Ты хоть предупреждай. Они стояли возле трехэтажного жилого дома всего с одним входом. Жонки устремился к входной двери. Пошли. Да подожди ж ты, куда ж ты торопишься-то. Стефан в буквальном смысле запутался велосипедем. Первый этаж дома оказался ювелирным магазином. Подумать только, такой магазин в таком месте, как его еще не растащили на сувениры. Этот район же довольно криминальный. Но размышлять над этим у Стефана не было времени и возможности. Он поспешил догнать Жонки, силуэт которого мелькнул уже на лестнице. Догнал он его только на крыше здания. О, боже. Ему всего 27, а он всегда поддерживал себя в форме, но сейчас детектив чувствовал себя разбитым, словно поучаствовал в двух марафонах подряд. Что? Что здесь? Но Жонки продолжал его игнорировать. Лженапарник ходил по крыше туда-сюда и внимательно осматривался. Какого? Что вы здесь забыли? Стефан обернулся. Пожилой мужчина с неухоженной бородой, в испачканной одежде поочередно угрожающе наводил фонарик, то в лицо Жонки, то на Стефана. А нахера ему фонарик? На улице вроде еще, блядь, не ночь. Еще далеко до заката и смысла фонарики было ровно столько же, сколько и в солнцезащитных очках ночи. Вот я про то же. Здравствуйте. Понимаете, мы из детективного агентства, я Стефан Ватер и... Да чекай, кто вы, убирайтесь отсюда. Ходят тут всякие. Для большей демонстрации своего раздражения мужчина плюнул в полденге. Кто ходит? Да подростки. Уже сил нет никаких. И вас мне еще тут не хватало. Так что убирайтесь. Живо. Стефан и Жонки медленно шли по улице. Детектив не стал садиться на велосипед, а только вез его за собой. И все, что ли? А нахуя мы тогда на крышу? Мы что, не могли, что ли, с этим стариком справиться вдвоем? Пожалуй, я накатался на целую неделю вперед. Жонки, ты что-нибудь обнаружил? Я провел там слишком мало времени, чтобы что-то понять. Жонки скептически посмотрел на Стефана. Обещал дать мне свободу передвижения, так сказать, зеленый свет. Мои руки связаны. Одно дело быть на месте преступления или происшествия, и совсем другое лазить по чужим крышам. Тут уж закон на стороне этого вредного старика. Забавно получается. Вы должны охранять людей, но на деле не делаете ничего для этого. Позволяете случиться чему-то плохому, а потом находите виновника. И сажая его за решетку или электрический стул, думаете, что исполнили свой долг. Вот в этом я с Жонки согласен. Нужно, так сказать, предотвращать. Хотя гораздо большие виновники, на мой взгляд, это вы. Те, кто охраняет людей, раздопустили подобное. Мы не охранники, а детективы. Наша задача такова распутывать то, что уже случилось. Хе-хе. Как удобно, оказывается. Можно так легко снять с себя ответственность. Жонки остановился и повернулся к Стефану. Я вот что тебе скажу, детектив. Что-то может случиться на той крыше и довольно скоро. Стефан почувствовал, как мурашки пробежали по его спине. Слова Жонки не заставили себя долго ждать. На следующее же утро едва Стефан успел войти в кабинет и повесить плащ, как раздался телефонный звонок. Да. Ох. Он вытянул руку. Да что же она так вяжет-то в трубку? На сей раз секретарь кричала громче обычного. Даже не понадобилось прикладывать трубку телефона к уху, чтобы услышать и разобрать ее вопль на том конце провода. Быстро приезжайте. Сейчас же. Куда? А задал вопрос Стефан в трубку, но не стал подносить ее близко к уху. Вы знаете куда? Вчера там были. А откуда она знает, что мы там были? Что, блядь, происходит? Стефан повесил трубку и взглянул на Жонки. Молодой человек безразлично смотрел на него. Но теперь-то я могу рассчитывать на свободу действий? Такое впечатление складывается, что это ты там что-то учудил. Делать мне больше нечего. Лучше поспешим. Поспешим, поспешим! И почему эта птица повторяет только за ним? Детектив и его помощники едва ступили в ювелирный магазин, как к ним навстречу выбежал Фредди. О, привет, старина. Давно не виделись. Как жизнь? Фредди улыбнулся дежурной улыбкой. Да, не могу сказать, что утро вышло удачным. А это кто? О, ты еще не знаком с Жонки? Он мой помощник. Значит, у тебя и правда помощник появился? Меня зовут Фредди. Можешь звать меня Жонки. Молодые люди обменялись рукопожать. Фредди выглядел испуганным после того, как взглянул в глаза новоиспеченного помощника Степана. Ладно, пройдемте за мной. Шеф уши ждет. Где? Где, где? Сказал бы я тебе, блин, в рифму где. На крыше. Стефан и Жонки переглянулись. А вот и вы, наконец-то. Мы всегда... Вы всегда рады меня видеть, шеф, да? Это они! Они! Вчерашний пожилой мужчина, что прогнал Стефана и Жонки с крыши, тыкал в них пальцем. Они здесь были. Они точно причастны к случившемуся. Ах ты, гнида старая! Главный инспектор тяжело вздохнул. Вот только ворчанье и старого пьяницы ему не хватало. Фредди, уведи его. Будь добр. Нам пора начать свою работу. Далеко не с первой попытки, но все-таки у юноши получилось выполнить поручение. А ты кто? Это Жонки, он мой помощник. Правда, что ли? Черт, проиграл Дживу десятку. Чем вы там одели, занимаетесь? А теперь к делу. Он протянул им по маске. А это еще зачем? Надевайте! Еще спасибо мне скажете. Стефан, следуя примеру главного инспектора, надел маску. Жонки же свою оставил в руке. Они прошли по крыше до голубятни. И тут Стефан был благодарен начальству за заботу о нем и любезно предоставленной маске. Запах стоял убийственный. Но Жонки было все равно. По своим наблюдениям, Стефан сказал бы, что Жонки способен обострять или затуплять свои чувства. Он бы хоть притворился, что ему противно? Что это? Это вопрос к начальнику отдела нетипичных случаев. Вот немного информации. Мужчина передал ему сложенный вдвое листок бумаги. Врачи и фотограф задерживаются. Вредного жильца с третьего этажа мы уже убрали, так что вам тут настоящий простор для действий. Спасибо. Главный инспектор взглянул ему в глаза. Ну и взгляд у тебя, приятель. Кстати, а что вы здесь вчера делали? А, ну, ну, это задание слишком низкое относительно соседних. На его крышу можно попасть по пожарным лестницам, а тут ювелирный магазин. Мы просто проверяли. Весьма предусмотрительно. Хотя эти действия можно считать за превышение полномочий. Ладно, не пора в офис. Хорошая работа, ребята. Спасибо, шеф. А вам почаще выигрывать в спорах. Как жопу-то, смотрите, начальству лижет, а? Начальник поспешил покинуть это место. Стефан и сам бы сбежал. Ему до сих пор было жутко смотреть на представшую перед ним картину. Хотя нет, зрелище его не так убивало, как запах. А что нам не показывают-то всего этого? Трупы. Трупы троих подростков, наваленные друг на друга. И они были без внутренних органов. И они были без внутренних органов. Тели лежали рядом. Кто-то или скорее нечто выпотрошило тела, словно готовило для запекания. И судя по сломанным челюстям и изуродованным лицам, совершенно... Совершено сие действия было через рот. Господи, какой кошмар. Стефан отвернулся еще немного, и его стошнит. Он развернул листок бумаги. Если ты не против, разделим обязанности. Я зачитаю все детали, а ты осмотрись тут. Ага. Жонки приблизился к несчастным подросткам. Присел на корточке и замолчал. Ладно, я зачитываю. Тела трех подростков, личности не определены. Обнаружены мистером Хамфи, житель с третьего этажа, в 10 часов утра. Стефан сверился с часами. То есть, меньше, чем час назад. Что еще? После чего он позвонил в полицию и потребовал посадить за решетку Стефана Ваттерга. Запомнил свое имя, оказывается. Похоже на то. Ты же слышал его? Он считает нас причастными к этому. Продолжай. Помимо него, в доме проживает мисс Гильш. Она является владелицей ювелирного магазина. Живет на втором этаже. Более в настоящий момент жильцов нет. Никто из соседей ничего подозрительного не видел и не слышал. Словно опять сталкиваюсь с историей миссис Пинчер. Стефан закончил читать, а женке закончил осмотр. И что скажешь? Дело рук явно не человека. Ты сможешь понять, кого именно? Я тебе что? Служебная собака, что ли? Я уже говорил. Это не так и просто. Но одну могу сказать точно. Тот, кто такое совершил, вполне может быть тем, кого я ищу. Ебать он, конечно, мастер, говорит загадками. Пока эксперты работали на крыше, Стефан и женки начали с простого и банального опроса. Благо опрашивать предстояло всего двух человек. Мистер Хамфи был не очень-то дружелюбным и тяжело шел на контакт. Так, еще раз прошу, ответьте же мне, наконец, что вы делали вчера вечером. Ох, как же ты надоел мне со своими расспросами, сосынок! Так, спокойно, спокойно, не поддавайся на провокацию. Я не делал ничего противозаконного. Смотрел ящик и пил пиво, а потом завалился спать. Как вы обнаружили убитых? Я всегда хожу на крышу с утра. Мне нравится там задянуть сигаретку и попить пивка. А и голубей надо кормить, его брать за ними дерьмо. Немного помолчав, он спросил. Когда вам там уж его уберут все с крыши? Думаю, через пару часов. Если все, я пойду, хочу зарядить свое ружье. Голова у меня раскалывается от разных придурков. А у вас вообще есть лицензия на оружие? Две дырки в твоей башке, парень, вот вся моя лицензия. Ну что за человек? Не, ну за такую дерзость, конечно, надо было и въебать. Задерживать более противного старика не было ни смысла, ни желания. Ну что ж, пойдем на первый этаж. Быть может, миссис Гиллиш будет более приветлива? Это миссис Гиллиш? А я себе ее совсем иначе представлял. Она как раз оказалась из приветливых. Это была высокая и изящно сложенная молодая девушка. Брюнетки слабой Степана. А красивые брюнетки смертоносное оружие для него. Девушка была на удивление спокойна, несмотря на сегодняшнюю трагедию на крыше ее дома. Надо сказать, что после общения с противным стариком, общество милой девушки действовало словно бальзам на душу. Мисс Гиллиш была одета в роскошное черное платье с глубоким декольте. На ее шее красовалась большая жемчужина. Таких красивых и крупных Степану еще не приходилось видеть. Каждое движение девушка совершила изящно, словно ее снимают сотни камер для обложек элитных журналов. Вы довольно сдержаны. Ох, ну, так район такой, нередко случается что-то ужасное. И как же вы решились в нем вести свои дела? Мисс Сагиллиш пожал на плечами. Да, вот как-то так получилось. Я когда переезжала, даже не думала, куда попало. Но благо ничего плохого у меня не случалось. Это правда, что в доме живет только вы и мистер Хамфи? Да, это так. Первый этаж мой магазин, второй две моей квартиры. Мистер Хамфи живет на третьем этаже. А квартира напротив его? Хм, а эта квартира, ну, еще зимой там жила пара молодоженов. И что же с ними случилось? Задавая вопросы, женки ходил по залу магазина и рассматривал витрины. Трагичный случай. В них вырезался грузовик. Печальная участь. Вы знаете, там, чем прежде занимался мистер Хамфи. Кажется, он был охотником, пока его не лишили лицензии. Я так и знал, у него нет документов, нужно сказать юридическому отделу. А как вы узнали о случившемся на крыше? Узнала лишь после того, как пришла сюда и увидела ваших сотрудников. Где вы ночевали? Я должна отвечать? Это личное. Ну, если это личное... Спасибо, детектив Ватерк, за понимание. Вы можете предположить, кем были эти подростки? Откуда мне же их знать? Возможно, они жили неподалеку. И вы видели их в местных компаниях? Возможно. Но я предпочитаю не гулять здесь и с местными общаться как можно меньше. Перечень вопросов к низги лишь был исчерпан. И хотя Стефану очень не хотелось расставаться с ней, но дела ждали. Они с женки вернулись в офис. Попугай захлопал крыльями. Вернулись, вернулись, вернулись. Да-да, мы вернулись, а ты, судя по всему, есть хочешь. Я же тебя еще не кормил. Стефан направился взять с полки упаковку с кормом для попугаев. Птица едва, завидев знакомый предмет, радостно защебетала и заходила по шердочке из стороны в сторону. Ну, хоть когда-то я тебе нравлюсь. Пока детектив кормил птицу, женки, скрестив руки на груди, сидел на диване и пристально смотрел в окно. Закончив с кормежкой попугая, Стефан вернулся на свое место. Ну, что скажешь, женки? Тот, кто это совершил весьма неплохо, прячется среди людей. Вывести на чистую воду его можно только спровоцировав. Тогда нам ничего не остается, как заманить его в ловушку. Да. Значит, у нас двое подозреваемых? Да, именно так. Но что ты предлагаешь? Повторить путь жертв. Стефан чуть было не свалился за стула, уцепившись за край стола. Чего? Ты же видел убитых? Видел, потому и желаю повторять их путь. Ты шо, с ума сошел, женки? Акстись! У одного из них в руке было порванное жемчужное ожерелье. Хм. Но мисс Гиллиша и словом не обмолвилась, что у нее что-то пропало. Да? Да, кто? Да, я. Слушаю. Кажется, Стефан даже видел эту картину, как главный патологоанатом протирает платком лицо от пота и рассказывает о том, что органы выдернули. Мужчина, что более сорока лет, видел результаты самых жестоких убийств. Изуродованные, изрезанные на куски, даже пущенные на фарш тела. Сейчас этот мужчина был напуган. Напуган до смерти. Врач также подтвердил, что одна из жертв сжимала в руке порванное жемчужное ожерелье. Это все? Спасибо. Благодарю за работу. Ничего нового экспертиза не выявила. И не выявит. Так. Жертв нашли на крыше. Они бежали. Получается, что трое подростков хотели грабануть магазин. По пожарным лестницам соседних зданий попали на крышу. После чего проникли в здание, затем в магазин. Один из них взял украшения. И в тот момент все они встретились с чем-то ужасным. Они бежали назад по тому пути, по которому пришли. Точнее, что-то гнало их на крышу. Стефан стрепенулся и схватился за голову. Жуть. Чем больше думаю об этом, тем ужаснее вырисовывается картина в голове. Сегодня ночью. Будь готов. Женки стал расхаживать по кабинету, явно ища что-то. Что? Погодь. Неужели ты действительно хочешь? Глаза Женки сверкнули огнем. Не смей терять время. Я понятия не имею, кто там находится. Но вполне вероятно, что именно это нечто украло вещь, принадлежащую моему хозяину. Когда дело казалось его хозяина, Женки становился жестким и непоколебимым. У тебя есть какое оружие? Оружие? Нож, например, подойдет. Ну, вон в том ящике лежат столовые приборы и чашки с блюдцами. Женки открыл нужный ящик и довольно быстро нашел, что хотел. Позаимствую его у тебя на какое-то время. Да? Сегодня, детектив, тебе предстоит исполнить роль грабителя. А что будешь делать ты? А я буду ловить. А почему мы не можем поменяться ролями? Потому что наш неизвестный друг сразу поймет, что я не человек и ловушка не сработает. Значит, я приманка. Надеюсь, ты быстро бегаешь. Если об этой выходке узнает глубоко обожаемое начальство агентства, а дело не будет успешным, его не сдобровать. А будет ли это дело успешным, ребята? И как пройдет наше ограбление в кавычках? Мы узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.